Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя легенды. Ну что же, нам вернули с вами обратно арену, не знаю что у них там был за баг, но тем не менее. Так, забираем с тобой значит колоду, что нам здесь выпадет, бакстер муха, понятно, фуфлыжная муха. Так, и сейчас, сейчас мы пойдем с тобой на арену, кстати, у нас на этой неделе будет разыгрываться Рафаэль оригинал. Кстати, это неплохо, потому что он у меня, он же не прокачанный или прокачанный, подожди к секундочку. Рафаэль оригинал, нет ребятушки, он не прокачанный и как раз если мы с тобой пройдем испытание, а мы его пройдем, да, на 3 звезды в лиге мастеров, мы получим с тобой 40 ДНК. И этого как раз хватит, чтобы нам получить 100 из 100. Соответственно, он получит пятую золотую звезду и там уже до платинового ранга будет терпеть сидеть. Что же, неплохие новости, тогда мы с тобой приступаем. Ну что, бустер, конечно же, друзья мои, не получится, 100% вам говорю, потому что, ну, уже все ячейки забиты, а я, извини меня, пришел только с работы, ребята, 11 часов вечера. Что вы хотите от меня? Во-первых, я еще устал очень сильно, надо было бы ложиться спать, потому что завтра опять мне вставать с утра. Но я все-таки решил для вас сделать видосик, правда, выйдет он уже завтра, то есть это будет среда, где я поставлю на часиков 12 или даже в часик, да, чтобы вы уже встали, очухались, пришли в себя, позавтракали и уже спокойненько могли посмотреть, как я здесь буду разбираться на этой арене. Так, ну что же, первая победа, естественно, была разминочная, и она, как всегда, за нами. Ну что же, а мы продолжаем свой терпкий путь на вершину Олимпа. Так, воин, одна звезда. Твою же налево, чуть-чуть не хватило, чтобы получить воин, две звезды. Ну, это все у нас с тобой будет впереди. Так, сейчас нам главное брать максимальное количество кубков, понимаешь, да, о чем я? Вот смотри, 11-11 пока дают. Вот, может быть, даже можно получить 11-12, если фортанет. Вот, о чем я тебе говорил. Поехали. Но ты не забывай, что здесь уже 21 уровень у бойцов. Ну, а у нас 30. Так что, я думаю, переживем мы с тобой эту битву. Почему я стремлюсь, ребята, брать по высшей покупкам? Чтобы мы с тобой быстрее влетали, как говорится, в топчик. Быстрее влетали в топчик. Ну, и в то же время не забывай, что нам нельзя проигрывать. Слушай, шикарно. Давай-ка вот так вот. Минус бибобчик. Ха-ха, топотун упал, да? И минус леофильм. Отлично. Ну, как ты понимаешь, первые 10-15 боев это у нас просто разминочные. Они проходящие, потому что здесь выступают мои новички, так скажем. Ну что же, воин 2 звезды. 68-я позиция. А почему такая маленькая? Слушай, а может быть все-таки буст получится? Давай-ка посмотрим. Так, 11-11. Вот с какого перепуга вы мне даете 11-11, если я уже поиграл на 11-12? Где логика? Ну что же, у нас тут Джулио, который хочет, видите ли, тут что-то брыкнуться на меня. Ну-ка, давай-ка. Да, у нас с тобой уже пошли 34-й и 35-й уровни. Там уже недалеко до 40-х, а там и пойдут полтинники. Как мы знаем, полтинников у меня, наверное, больше всего, да? По уровням. Так что там мы с тобой зависим надолго. Ну-ка, давай-ка с бластера. Лео против Лео. Так, тихо-тихо-тихо, родной. Что ты делаешь? Я тебя умоляю. Хорош придуряться. Он сделал отхил. Макман вообще промахнулся. Так, Пит надавал по шеям Лео. И саблезуб добил. Так, нам нужно с тобой уничтожить Макмана. Да, в принципе, Пит сейчас это сделает. Да, ребята, без проблем. Он такой довольный, танцует. Самое удивительное, почему у Пита такие глаза? Я, конечно, понимаю, у Голубей глаза сбоку. Но почему они такие выпуклые? Как будто, знаешь, какой-то вакуумной помпой ему вытянули их. Так, ну что же. Ладно, давай с тобой дальше двигаться. Так, 11-12. Что-то мы с тобой зависли здесь на 11-12. На самом деле я хотел, чтобы уже было бы где-то 12-13 или 12-14. Ну ладно, потерпим. 35-й уровень моих бойцов против... Какой уровень здесь? О, 21-й. 24-й. Ну, в общем, вы понимаете, да? Здесь им не повезло. Просто сыпется. Муха, ну вот ты-то куда лезешь? Отдыхать. На. Кейси Джонс. Да. Дубанул. Ну, в принципе, неплохо. Ну что же, двигаемся с тобой далее. Посмотрим сейчас, куда мы с тобой переместились. Ага, воин 3 звезды. Нет, ребята, буста не получится. Я уже понимаю. Мы сделали с тобой 4 боя и только лишь на воин 3 звезды перешли. А уже должны быть, хотел сказать, на самураях. На элите хотя бы. Так, ну что, 11-12. Давай-ка попробуем все-таки с тобой выжать 12-13. Да? Вот, видишь? Розарио. Ну-ка, давай-ка мы с тобой попробуем с Розарио подраться. Тут, кстати, уже уровень 25-й. О, друзья мои, у нас-то 40-й. Ну, о чем тут можно говорить? Конечно же, сейчас мы будем одного за другим тут укладывать байники. Ну-ка, массовую атаку от наших кроликов. Бамс. Жалко, нету шинегами массовой атаки. Сейчас бы все остальные просто упали бы. Так, ну ладно, выпускаем Они. Пощечина. И давай сделаем вот так вот. Пускай он споткнется и своим рогом боданет. Все. Ну, как ты понимаешь, на изи. И таких изи у нас с тобой будет штук 10-15 впереди. Но не меньше. Двигаемся. Слушай, ну действительно, очень тяжело продвигаемся. Всего лишь 35-я позиция. И это я еще на Лиге Войнов. Да, видимо, ребята изголодались. И как только арена открылась, они туда просто ломанулись. Просто табуном. Понимаешь? Я такого давненько не помню, чтобы я спустя 7 боев находился еще в Лиге Войнов. Даже если мы с тобой не бустовали, такого не было. Как же люто-то, а? А может быть, это у нас только с тобой такое было, а? Ну, я имею в виду у нас в России. А у остальных арена работала? Вполне может быть. Поэтому Европа, например, да, могла вполне неплохо поиграть. И занять определенные места. В то время, как мы понедельник просто-напросто с тобой дурковали. Ну что же, будем отыгрываться тогда. Бабах. Минус карайка с лету. Так, бросим с тобой гранату. Давай, Бибок. Нормуль, кстати, неплохо он вжарил. Эх, массовую атаку надо влепить. Ну-ка. Кейси Джонс. Шикарно. Мне вот почему-то больше все-таки нравится Кейси Джонс фильм. Чем вот этот вот. Какой-то здесь он обглоданный. Больше похож на Джейсона Вурхеса. В этом прикиде, чем на... Кейси Джонса. Ну что же, ребята, вот мы только сейчас, только сейчас перешли в элиту. Одна звезда, и то ранг у нас с тобой 90-й. А я бы уже давным-давно был бы, знаешь где, в самураях. Если бы у нас сейчас был бы буст, я был бы в самураях. Так, ну ладно. 12-14, кстати, неплохо. Это у нас Игорек. Сегодня, ребята, я, наверное, только лишь поиграю в арену, потому что, ну, действительно, надо ложиться спать с утра на работу. Не буду как бы сегодня задерживаться. Может быть, еще успею сделать серию по драконам-всаднике Олуха. Быстренько там соберем наградки, сыграем в аренку, да? Потому что время уже, я уже говорил тебе, пол-двенадцатого ночи. Вот, и надо как-то отдохнуть. Тем более, у меня в последние два дня очень сильно болела голова. Я не знаю, ребята, по-моему, давление. Давление начинает сказываться. Ну, возраст как-никак. Ладно. А здесь мы с тобой тоже победили. Двигаемся дальше. С высоко поднятой головой мы переходим с тобой с девяностого ранга на сорок восьмой. Практически ровно половинку пролетели. Отлично. Так, Ярослав, Ивич и Дмитрий. Ну, я думаю, что будем брать с тобой Ярослава здесь. Согласись. Где больше кубков, тот и будет нашим противником. Персонажей у меня еще приличное количество. Так что, тем более, как ты видишь, разница офигенная. Двадцать седьмой уровень. Мы уже с тобой на сорок пятом. И при этом мы никак не можем с тобой урваться. Ну, не то что урваться, а оторваться. Оторваться до приблизительно хотя бы до своего уровня. Нету здесь как бы логики. По идее, как бы, если у нас с тобой идет медленно буст. То есть, как бы, долгие битвы, да? То мы хотя бы должны уже встретить, ну, хотя бы наш уровень. Тогда бы я еще понял. А здесь, извини меня, только лишь двадцать третий и двадцать пятый. Хм. Что-то здесь не то. Я не могу перейти в элиту. До сих пор две звезды. Это что за дела, ребят? Может быть, они с обновлением занизили здесь параметры какие-нибудь, а? Они ведь могут, сто процентов тебе говорю, могут здесь что-нибудь подхимичить. Чтобы вот так вот все это получалось. Ладно. Давай. Не будем пока с тобой жаловаться и плакать. По пусту, да? Первый день все-таки. Может быть, просто мы с тобой отвыкли. Может быть, я отвык. Может быть, мне что-то кажется. Привык к понедельнику, да? А тут на тебе, во вторник. И все. У меня уже как бы... Тихо! Вот ничего себе, Майки. Хитер, хитер. Ну, он красавчик. Правильно сделал. Он отхилял свою команду. Это, в принципе, одобрямся. Так, ну что? Давай-ка мы, наверное, вот так вот сделаем. Угу. Острозуб. Ну, естественно, он встает в стоечку. Только поверь мне, стоечка, это ему не поможет. Мы его здесь быстренько с тобой разберем. Кстати, завтра мы отрабатываем с тобой сменку. И у нас будет короткий выходной. Не знаю, ребята, если голова перестанет болеть, возможно, мы с тобой поснимаем серию. И будет там, как говорится, зомби форест HD. Кто-то просил у меня там на днях снять серию. Вот, потом, что у нас там еще? Кто-то говорил, чтобы я вернулся в игру Хранитель Монстров. Ребят, я уже вам объяснял, да? Я начал снимать серию. Нечаянно, правда, вне записи уничтожил босса. Дошел до ворот в подземелье, в которое, как они сказали мне, прежде чем туда зайти, ты должен пройти последнее испытание. Ко мне подходит адепт и просто меня уделывает. Просто уделывает меня. И я решил пойти там прокачивать своих персонажей. А уровень там очень-очень медленно идет. Поэтому, ребята, в ближайшее время не ждите. Тем более, сами знаете, загрузка по полной программе на два канала. Плюс еще на втором канале у нас, как вы знаете, Мафия снимается. Сейчас еще, наверное, будем... Помимо того, что Мафия 3, так я еще, ребята, вдруг захотел поиграть в Город Грехов. Первую часть, ремастерить. Глянул, мне что-то она понравилась. Не знаю, как вам. Пишите свое мнение. Ну, кто не знает, это Сайн Троф. Игра. Так, ну что. Давай сделаем вот так вот. Осколками будем бомбить. Ты бич. Слушай, неплохо он вжарил. Так, теперь еще одну массовую атаку. Ага, Бакстер выжил. Но это ненадолго. Это ненадолго. Кстати, вот мне почему-то кажется, что Донателла и именно космос в разы сенее остальных Донателл. Не знаю, почему вот так вот кажется. Он на своем маленьком такой-то уровне, да, в 50-м, вжаривает довольно прилично. Правда, тут мы дрались против 31 уровня. Но ты посмотри, что происходит. В элите две звезды застряли. 30-я позиция. Я даже не уверен, что после этой битвы мы с тобой перейдем на элиту 3 звезды. Да, что-то здесь не то. Значит так, у нас Райан против нас выступает. На самом деле мы против него, но я хочу, чтобы типа он на нас наехал. Тут у него какие-то в 34 уровне, да, а у нас с тобой полтинники. Ну, естественно, шансов у них нету. Поддаваться я тоже им никак не могу. Потому что слабых персонажей меньше, которых я сейчас взял, у меня нету просто-напросто. Ну-ка давай так сделаем. Кстати, по поводу Шреддера. Ребята, во время фарма, да, я же не снимал там, по-моему, две серии. Короче, за весь фарм я получил только лишь 5 ДНК. Да, 5 ДНК мне выпало на фарме. То есть в общем количестве у нас с тобой получилось 15 ДНК за ту неделю. Ну, все равно хоть какой-то плюсик есть. Будем дальше с вами копить. Так, опять разорил здесь. Вот гаденыш, а. Примастился. Ладно, раз хочешь получить, сейчас получишь. 30 уровень. Да так неинтересно играть на самом деле, ребят. 30 уровень против нас. Ну, что это за детский сад, а? Просто расписываем люлей налево и направо. Ну, давай, я уже буду просто придуряться. Буду сейчас по-всякому тут играть. Так, давай вот эти вот попробуем с тобой. С вертушки. Окей. Так, ну-ка, ногой. Вот и все. Я просто на расслабоне, ребят. Полтинникам. Что они сделают? Да ничего. Хова. Монда Гека получил. Давай ладошки. Хлопнем. И вот так добьем. Все. Никаких проблем. Это еще танцует. Кстати, ребята, пародия на Майкла Джексона. Именно Майкл Джексон так танцевал. Ну, про Вибоба я говорю. Так, ну что? Элита, три звезды. Какой ранг? 53-й. Дрындец. Кстати, у нас с тобой 93 монеты. Надо будет их потратить. Ну, неужели? 13-16. Чук. Против нас дерется. Ну вот, уже пошли практически сороковые уровни. Практически. Пока еще 34-е, 36-е. Но уже ближе к теме. Все равно, ребята, они озвездюлиться у нас здесь. И ничего им тут не поможет. Во-первых, сделаем дебаф. Понизим защиту. Кому-то даже атаку понизили. А, вот же у нас с вами. У Майки есть новая атака массовая. Ну-ка. Хоба, хоба, хоба. Она, правда, не прокачанная, но все равно вжаривает не кисло. Согласись. Я еще сделаю вот так вот. Ускорение. Та-дам. Так, а дебаф нам больше пока и не нужен, да? Потому что он уже и так висит на них. Все, что можно. Да ладно, ты успокойся. Давай-ка холодильничек туда закинем. Бу-бу. Ну, Ванюша выжил, как-то умудрился. Ты посмотри-ка. Ну, Ванька, он такой сам по себе. Целосложение плотное, да? Фиг пробьешь его. Тем более, это русский персонаж. Ванька Бугай. Не знаю, почему его назвали Стиранка. Надо было его назвать Ванька Степанку хотя бы. Ну, не Стиранка, елки-палки. Ну, что у нас тут с тобой? 13, 15. Меня такое не устраивает. Расклад дайте мне. Вот. 13, 16. Совсем другое дело. Уровень 38, смотрю, да? Мы с тобой уже получили. Но этого мало, потому что мы уже переходим на 55-й левел. То есть, в любом случае, нам противнику не догнать. А значит, мы с тобой сюда... Здесь будем проходить на изи. Все уровни эти. Так, что нам сделать? Ну, давай вот так вот. У Лео, конечно, вот эта вот ульта... Ни о чем, на самом деле, да? Одиночная атака. Пускай даже и мощная. Вот у Лео, я понимаю. Лео фильм, да, дает. Как говорится, прикурить. И пощечина. Все. Рок, кстати, отдыхает. Блин, если крысиного короля, друзья мои, прокачать, я, знаешь что, думаю, он будет тоже довольно неплохой персонаж. Две массовые атаки. У него же две массовые атаки, да? Ультразвук и крысы. Да, это... Или ультразвук одиночная атака. Вот что-то я не помню. Неужели мы с тобой кое-как добрались до самураев? Восьмидесятая позиция. Интересно, да? Сюгутов мы с тобой сегодня доберемся? Это вряд ли. Но попытаться стоит. Так. Олеко. Мы будем с тобой драться против Олеко. Так, уже, уже, вот, смотри, уже 41-й, 40-й уровень. То есть, приближается, а мы с тобой все, дальше и дальше уходим. Да, команда у нас тут, конечно, собралась. Особенно в роли Мухи, да, в роли Кирби. Так, ну что, давай вот эту пердушку. Замечательно. Блин, ну тут смотри, тут у Ваньки массовые атаки. У Джастин, да, тут также и нейтрализатор. Ну, вообще, такая вот команда. Если бы они еще были бы прокачаны до сотого уровня, да все скиллы до седьмого левла, ух, цены бы им не было. Итак, мы с тобой на полтинчике. 50-е место. Значит так, 13-16 выдают везде. Давай мне что-нибудь посерьезнее. Например, 14-17. Не хочешь, да, давать? Ты мне не хочешь давать 14-17. А, нет, нет, ребята. Это Розарио. Опять Розарио. Почему-то тут его фотографию не влепили. Наверное, уже постеснялись, скажут. Достал ты Рея. Ладно, ребята, я не в обиде. Я надеюсь, он тоже. Все прекрасно понимают, что шутка есть шутка. Никого всерьез, я оскорблять здесь не собираюсь. Ты-ды-ч. Вау. Ну и Паукус, естественно, добивает. Ну, а что ты хочешь? Шестьдесят первый уровень против сороковых. Это, само собой, буквально две массовые атаки. А иногда даже одной достаточно. Если бы это был бы Леонардо или Усаги, они бы уже давно-давно отдыхали бы. Так, шестнадцатая позиция. То есть, в лигу самураев мы с тобой заберемся в две звезды. Так, опять они мне дают, да? Тринадцать-шестнадцать. Вы издеваетесь, что ли? Я не могу понять. Ведь было четырнадцать-семнадцать, и опять они мне подсовывают. Вот. Так, это у нас Тарк. Это у нас с тобой Тарк. Ну, что я могу тебе сказать? Все, ребят, это финиш. Семьдесятый уровень пошли, а тут еще и восьмидесятый. Нет. Это проходящий бой. Но, в любом случае, я должен был, ребята, его снять, потому что мы же не знали, как мы с тобой полетим или вот так вот будем потихоньку карабкаться. Я думал, что будет буст. Ну, с другой стороны, да, если он сегодня только, как говорится, эта аренка была доступна, наверняка все с утречка на нее ломанулись, а я только лишь в одиннадцать часов вечера, когда пришел с работы. Естественно, там уже все позанимали. Но все равно, я считаю, неплохо я дошел хотя бы до самураев, может быть, даже до трех звезд доберусь. Ну, а дальше, как говорится, на выходном я буду всех рвать на этой арене. Поверь мне, всех. Кто только попадется мне под руку. Так, четырнадцать, восемнадцать. Это Янико. Это Яника. Ну, и, как ты видишь, персонажа у меня остается совсем ничего. То есть, еще один бой. Ладно, давай. Погнали. Бросаем бомбочку. Замечательно. Шикарненько. Найс. Заргут. Все, ребята. Мы победили здесь. И последний заключитель. У нас с тобой бой. Он двигается. Мы пройдем. Кстати, я еще не посмотрел, что у нас за испытания на этой неделе. Надо будет обязательно глянуть. Так, ранг пятьдесят девятый. Лига самураев две звезды. Кстати, давненько, ребята, давненько я не заканчивал арену на Лиге самураев две звезды. Если ты мне не веришь, ты можешь посмотреть предыдущие серии. Даже сто серий от Лесни все равно. И я занимал, по-моему, ну, минимум сёгуны. Я про самураев вообще забыл, что такое Лига самураев, если честно. А тут, на-ка, посмотри. Да. Действительно, что-то не то здесь случилось. Ладушки. Давай, бомбить их. Карайку с удара просто снесли, да и все. Так, у Саги наш красавчик начинает отжигать лесгинку. Хоп, и все. И все, друзья мои. Всех мы с тобой победили. Так, остается нам потратить с тобой жетоны. И посмотреть, какие испытания будут у нас на этой неделе. И можно закругляться. Эть, чуть-чуть не хватило. Нет, я, конечно, могу сейчас сделать откаты. У меня они есть. Вернуть персонажей и перейти в Лигу самураев. Три звезды. Но зачем? Не вижу пока смысла. Пускай все остается как есть. Так, тем более мы с тобой, наверное, можем еще энергию заработать, да? Нет, не можем. Все это у меня уже получено. Ладно, что у нас по предметам? Давай смотреть. Мы с тобой собирались кого прокачивать? Рафаэля. Поэтому покупаем именно на него. По жетонам у нас 300. Этого мало. Так. Задания у нас все выполнены. Так, кстати, мутагена сколько у меня? 12 тысяч. Я же, друзья мои, в Бакстеру поднял уровень. 87-й теперь у него. А нашему Змейковьюну я прокачал до четвертой ступени навык. То есть нужно прокачивать до шестой. Ну что, пока у нас есть с тобой пицца, да? Давай-ка мы с тобой поищем маленечко кое-что. Например, 6 чеп-ланшетов. Ага, не все так просто. Ты посмотри, а. Один. Один чеп-ланшетов. А нам нужно сколько? 4, да? Получается еще 3. Так, второй выпал. Третий. Четвертый. Так, с планшетами мы с тобой закончили. В плане. Нет, ребята, не закончили. Нам нужно 6. А почему я 4 подумал? Так, ладно, давай еще один. Еще последний. Все. С планшетами закончили. Теперь нам нужно с тобой 9 3D очков найти. 9. Поехали. Начнем вот здесь вот. Одни есть. Вторые. Так, я смотрю просто за откатами. Все у нас там хорошо. Так, двое только нашел, да? Да елки-палки. Трое. Четверое. Еще пять нужно. Пятеро. Так, пять очков у нас есть. Шесть. Шесть. Да чтоб тебя. Семь. Еще двое надо. Восемь и последний. Да какой сотовый телефон? Дай мне, говорю. Сейчас пицца кончится, да? Последняя попытка, ребята? Нет. Не успел найти, но зато пиццу всю слил. Буквально одних очков нам не хватило, но этим мы с тобой займемся уже в следующей серии. Да, друзья мои? Так, в магазине нам с тобой купить нечего. Да? А, я же хотел посмотреть испытания, какие у нас тут. Так, сцены насилия. Сцены насилия. Так, оригинальчики, да? Понял. Значит, здесь опять будет этот гигантский маузер. Предположим. А здесь у нас... А здесь у нас с тобой так. Рафаэль, Микеланджело, видение, Донателло и Леонардо. А каких нам бойцов дадут? Шикарно. Короче, ребята, силы природы мы с вами проходим полностью. Сцены насилия. Тоже полностью. Все окей. Так что, всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Сцены насилия.